Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 9-1-3. Для этого скачиваем само задание и сразу же открываем его. Вот оно открылось. Нужно подождать еще буквально несколько секунд, и мы сможем приступить к его выполнению. Вот оно уже открылось. Теперь вводим в user profile имя, email и группу. Нажимаем ОК, подтверждаем. Готово. И теперь мы можем приступить к нашему заданию. Это задание тоже у нас, у него нет оценки. Мы будем просто учиться работать с MAC и IP-адресами. Давайте приступим. Это задание складывается с двух частей. В первой у нас, к сути, небольшая практика. А во второй части нужно будет ответить на вот эти все вопросы, которые указаны вот здесь. Давайте приступим. Будем все делать по порядку. Открываем 172.16.31.5. Вот он. Командная строка. И тут пингуем к устройству 172.16.31.2. Вводим команду ping и потом IP-адрес. Вот так. И с первого же пинга у нас, с первого же пакета у нас все окей. 4 отправлено, 4 получено, ни один не потерялся. Пинг полностью стопроцентно успешен. Смотрим дальше. Нужно перейти в режим симуляции, нижний правый угол, и повторить тот же самый ping. Открываем наш компьютер и запускаем ping. Давайте я сделаю вот так, чтобы мы видели, что у нас сейчас будет происходить. Далее нажимаем кнопку Capture Forward и смотрим, что сейчас происходит с нашими пакетами. И в момент, когда наш пидео будет на строчке 172.16.31.5, нам нужно будет нажать кнопку. Давайте вернемся назад и нажмем. Тут у нас будет вся информация о нашем пакете по модели OSI и Outroomed PDU Details. Тут у нас указан destination MAC-адрес, source MAC-адрес и опять-таки source и destination. И то, где находится пакет в данный момент, на каком устройстве. Дальше нажимаем кнопку Capture Forward, чтобы наш ping продолжался. Нам нужно нажимать до тех пор, пока наш пакет не получит информацию от компьютера и не вернется назад в компьютер 172.16.31.5. И вот так у нас произошел первый пинг. И если мы откроем наш компьютер, мы увидим, что вот наш пакет был отправлен. Смотрим дальше. Нам нужно нажать на устройство 162.16.31.5, открыть командную строку и пропинковать на следующее устройство. Нам нужно будет пропинковать еще вот эти устройства и вернуться в режим реального времени. Тут у нас написано в дополнительной информации, что у нас будет... Учитывая то, что мы будем коммуницировать с удаленными сетями, с Getaway Device, то есть шлюз, он очень важен, потому что с помощью него мы как раз будем и коммуницировать. Нам нужно внимательно будет посмотреть, куда будут идти эти пакеты, чтобы знать, ну как будет проходить пинг и что вообще происходит во время пинга. Дальше открываем 172.16.31.5 и пинкуем на устройство 10.10.10.2. Paste. И ждем, пока наш пинг сработает. Первый запрос неудачный, так бывает, но все раз, два, три остальных удачные. Если проделываем этот пинг еще раз, то он уже сразу будет удачным. Дальше переключаемся в режим симуляции и повторяем тот же самый пинг. Наш пакет появился. Нажимаем кнопку Capture Forward. И мы видим все устройства, через которые будет проходить наш пакет, чтобы дойти до устройства 10.10.10.2 и вернуться назад. Все данные о них указаны вот в этой вот табличке. Таким образом, мы посмотрели, ну как бы происходят пинки. Все, что вам осталось, это ответить на вот эти вот вопросы. Они довольно-таки легкие. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...